Приветствую всех на моем канале, меня зовут Екатерина, я живу в Милане и сегодня я расскажу вам немножечко о нашей жизни здесь в Милане а покажу вам такой стрит-лайф, покажу вам как и во что конкретно одеваются итальянцы и итальянки что сейчас у нас вообще в моде, что сейчас у нас актуально в июне 2020 я уже рассказывала, что в последнее время я хожу кругом пешком но сегодня решила зайти в метро специально для того, чтобы проверить вообще какова ситуация именно в общественном транспорте, потому что слышала, что там якобы запускают отдельное число людей, других не пускают, ограничивают в общем, посмотрим сейчас, что происходит, что как мне прямо само интересно, что здесь у нас в Милане в метро ну что ребята, вот я сейчас буду заходить в метро, люди завтракают здесь у нас в кафешках погода очень хорошая, все в масках в общественном транспорте безусловно потому что если на улице можно приспустить маску, в принципе, пока ничего страшного со мной не случилось я хожу без маски на улице, держа ее в руке, но вот в метро в общественном транспорте нужно ее обязательно иметь, иначе будет штраф билетик на метро стоит 2 евро в Милане вот посмотрите, здесь разделители у нас оттуда выход зелененький, вернее голубенький, прошу прощения а здесь у нас красненький показывает на вход для того, чтобы масса людей координировать но сейчас у нас 8.45 утра и практически пустое метро, ребята пустое, хотя это час пик вот посмотрите, буквально несколько человек на станции я поражена, реально поражена, что так мало народу в метро так, сейчас посмотрим, что в вагоне ну что, ребята, сиденья тоже разделены на сиденьях написано, где можно сидеть, а где нет но здесь сидеть нельзя что я могу сказать, что все сиденья, где сидеть нельзя реально пустое, то есть никто не нарушает никто как я вам уже рассказывала, в Милане дали бонусы вообще в Италии, правительство выделяет бонусы на покупку велосипедов поэтому сейчас очень мало народов в общественном транспорте в метро и очень много велосипедистов я прохожу мимо миланских двориков, я не могу не остановиться, не зайти и не поделиться с вами этой красотой потому что на самом деле вся красота Милана, она внутри вот этих двориков вот это обычный двор, где живут люди, посмотрите, как здесь красиво этим летом очень актуально платье 3 четверти чуть выше щиколотки длиной также излюбленный стиль итальянок летом, это короткое платье с белыми кроссовками наличие качественной стильной сумочки является отличительной чертой итальянки из Милана и не обязательно это должны быть люксовые бренды ну что, конечно же, Dolce & Gabbana всегда актуальна несмотря на то, что их коллекции последние несколько лет очень яркие, вызывающие, цветастые, принтовые и достаточно непростые в каждодневном использовании однако, во всяком случае, аксессуары их всегда актуальны вот такой лук, в принципе, явно не для заурядной итальянки итальянка, конечно же, так не оденется однако, витрины магазинов, особенно здесь в центре на Веспига и Монте Наполеона всегда очень китч всегда очень яркие броски в принципе, это было всегда итальянцы, они, в принципе, не любят слишком яркую и броскую одежду и в основном итальянки, а во всяком случае здесь в Милане летом одеваются в пастельные тона белые, серые, бежевые вот так хотя, конечно, смотреть на это всегда приятно ощущение, что ты просто в музее вот смотрите, какая красотища витрины шикарные магазин Джо Моретти как раз один из самых излюбленных бутиков люксовых бутиков, мультибрендов в Милане у итальянок так вот, здесь как раз-таки они предлагают более пастельные тона более спокойные варианты посмотрите, какое шикарное платье на каждый день вот такой комплектик, шортики и футболочка Balmain Prada этим летом меня очень радует потому что этот итальянский бренд всегда отличался своей экстравагантностью но сейчас они сделали такие, на самом деле, очень милые и наиболее спокойные, так скажем, модельки и платьишек на это лето посмотрите, все в хлопке очень мне нравится, очень хочется отметить, что в этом сезоне во всяком случае в Италии очень-очень моден именно белый цвет белые аксессуары, сумки, обувь какие-то ободки на волосы значит, различные серьги, кулоны очки все, в принципе, в белом цвете или с какими-то белыми добавлениями и деталями ну и, конечно же, белый платье, хлопок, лен это вот сейчас самое актуальное этим летом вариант одежды и вариант лука Италия ну и, конечно же, это еще не так в очень качестве лука кокм и ну и, toch? Друзья, я думаю, что у каждой национальности есть определенная такая черта, которая, в принципе, по внешности отличается этой национальности от какой-либо другой. Не секрет, что россиян видно в любой стране, даже если они прекрасно говорят на иностранном языке. Точно так же итальянцев, в принципе, всегда можно различить в любой стране именно по одежке, как говорится, что они итальянцы. Что касается мужчин, то вы, в принципе, никогда и очень редко можете встретить мужчину-итальянца, особенно в север Италии, который летом в 40 градусную жару будет в шлепанцах или в какой-то открытой обуви. В основном все летом ходят в кроссовках, и не важно, сколько градусов, не важно, что жарко. В Италии, в Милане, во всяком случае, у нас здесь на севере, носить шлепанцы мужчине считается отсутствие вкуса, дурным тоном, ну и, в общем-то, человеком, который не знает ничего о стиле. Фэйшн виктим. В основном это молодежь, которая учится, например, на дизайнеров или какое-то отношение имеет к компаниям, которые занимаются дизайном, фэшн-бизнесом. Они иногда могут одевать шлепанцы с носком. Это выглядит, конечно, своеобразно и достаточно смешно, так фанни, но, в принципе, это приемлемо. Да, очень такой, такой тренди вариант. Но, что касается среднего класса, обычных мужчин, да, в принципе, которые не относятся к моде, не связаны с модой, они летом в любом случае ходят в макосинах, в элегантные обуви, либо в кроссовках, в сникерсах, но никак не в шлепанцах и не в открытые обуви. Также важнейший атрибут итальянского мужчины – это белая рубашка или голубая пола. Да, вот пола – это футболка с таким воротничком. Например, очень знаменитый пола от компании Ralf Loren от бренда, да. Ну, множество есть. Хакет также. Но именно пола или рубашка с завернутым рукавом, даже если 40 градусов жары, очень редко итальянец наденет футболку, в крайнем случае только если он уже конкретно на море, на каком-то курорте, да, вот ходить по городу в футболке, в принципе, у элегантных мужчин, у гуржуази, так скажем, миланской, это не принято. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается женщин, говорить тут, конечно, можно очень много, но я бы, так скажем, подчеркнула, да, выявила несколько основных пунктов по внешности, по которым я определяю в любой стране, что передо мной именно итальянка. Во-первых, их ножки, ноги, они очень ухаживают за ногами, то есть я практически никогда не видела в Милане итальянку, у которой были бы неухоженные ступни и неухоженные голени, потому что обычно у них практически не видно вен на ногах, ноги очень стройные, подтянутые и, естественно, педикюр в идеальном состоянии. Они эти пятки трут просто 24 часа в сутки, днем и ночью, зимой и летом, то есть у них ножки всегда прекрасны. Может лицо быть в морщинах, так как они очень много загорают, лицо обычно в них стареть раньше, чем у нас славянских девушек, но что касается ног, это фантастика. Еще очень важный атрибут женщины-итальянки, это прическа, волосы всегда идеально уложены. Ну и третий атрибут итальянки, это, конечно же, браслеты и часы. Очень многим итальяночкам, девочкам молоденьким по наследству передается роликс от родителей, от бабушек и дедушек, то есть часы роликс, во всяком случае, в Милане есть у очень большого количества людей, даже это могут быть не обязательно очень сильно состоятельные люди, но в любом случае роликс на руке вы увидите во всяком случае 50% женщин в Милане как минимум. И они его соединяют всегда с различными браслетами, причем сейчас золото белое и золото желтое в принципе соединяются, миксируются, в этом нет сейчас никакой проблемы, да, то есть серебро, золото, белое золото, желтое золото, розовое, все это сейчас миксируется. На руках у итальянов всегда очень много браслетов и это в принципе их отличает. Они любят как-то так жестикулировать, чтобы эти браслетики смели итальянцы, вообще много жестикулируют. Вот это тоже такая отличительная фишечка женщин-итальянок. Ну что, ребята, на сегодня у меня все, я вам делаю такой маленький стрит-стайл сегодня, надеюсь вам понравилось это видео. Обязательно смотрите мои стори здесь на ютубе, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мой телеграм. Всех вас люблю, до скорой встречи!